Доброе утро, Божий народ! Я вас приветствую на нашем духовном завтраке. Хочу прочитать из книги притчи, глава 24, стих 10. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Друзья, Бог хочет, чтобы мы были сильными. Он хочет своих детей видеть сильными. Для чего нам эта сила нужна? Для того, чтобы прожить жизнь достойного христианина. Жизнь такую, которая написана в Слове Божьем. Мы же все видим, какими Бог хочет нас видеть. Мы все знаем, как Он хочет, чтобы мы поступали. Мы все знаем, как Он хочет, чтобы мы реагировали на различные какие-то обстоятельства. Мы все знаем. И я знаю, что точно невозможно собственными силами соответствовать тому, что написано в Слове Божьем, и соответствовать тому, что Бог хочет видеть во мне. Для этого нужна сила, и сила от Него, сила от Бога. Как нам эту силу получить? Прежде всего, это Слово Божье, это необходимо питаться, потому что написано, что это хлеб, и это пища для нас, и нам надо, чтобы наш духовный человек, он развивался полноценно, нам надо постоянное питание. И невозможно, знаете, вот так вот, не есть, не есть, не есть, потом раз наестся, потом месяц опять не есть. Полноценное питание нужно постоянно, ты должен постоянно читать Слово Божье, вникая в то, что написано, и размышляя о Слове Божьем, так ты будешь питать свой дух. Второе, это, конечно же, молитва. Молитва, знаете, друзья, оно как воздух. И невозможно, знаете, вот так вот надышаться, 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 и потом день-два не дышать, так невозможно. Вот Библия говорит, что непрестанно молитесь, то есть как-то постоянно пребывать вот в этом, вот в этой связи с Господом. Постоянно как-то быть с Ним на связи, открывать Ему свое сердце, говорить Ему какие-то свои нужды, спрашивать у Него какого-то совета, какого-то направления для нашей жизни. То есть молитва нам необходима для того, чтобы быть сильными. И третье, что необходимо, это, конечно же, быть среди верующих людей. Среди, чтобы верующие люди тебя окружали, чтобы люди, которые в любой момент они готовы были как-то тебя подкорректировать, что-то как-то тебя исправить. Но и для того, чтобы она как-то созидалась наша вера. Нам необходимо быть рядом с людьми, с верующими. Для этого у нас есть домашние группы, церковь, различные мероприятия. И необходимо в этом находиться. Итак, Слово Божье, молитва и быть в общении с верующими. Если мы будем это делать, то наша сила никогда не будет бедна. Мы всегда будем сильными. Мы всегда будем теми людьми, которыми Бог будет восхищаться, говоря, вот это мои дети, вот это они сильные. Почему? Потому что они делают то, что должны делать. Друзья, знаете, вот спортсмена нельзя назвать спортсменом, если он больше не тренируется, если он не занимается спортом. И христианина нельзя, мне кажется, назвать христианина, если он не практикует вот эти вот вещи. Это, знаешь, может быть, когда-то ты это делал, но сегодня ты это не делаешь. Если спортсмен когда-то тренировался, он был спортсменом, потом перестал тренироваться. Он много знает о спорте, он много знает о каких-то правильных тренировках или еще что-то. Но его нельзя назвать спортсменом, его можно назвать бывшим спортсменом. Так вот, я не хотел бы, чтобы нас с вами называли бывшими христианами. Давайте усилимся вот в этих тренировках, в этом чтении Слова Божья, в молитве, в общении с друг другом, чтобы быть сильным. Чтобы, если что-то в нашу жизнь придет, какие-то ситуации, мы поступили так, как написано в Слове Божьем, и от этого прославится наш Бог. И благословляю вас, драгоценные, будьте сильными во имя Иисуса Христа. Аминь.